Итак, это основы биржевой торговли, лекция 19. Акция или облигация? Что же рентабельнее? Знаете, во всех нас есть чувство жадности, алчности, чувство самообмана, когда мы пытаемся тот или иной фактор как-то оправдать, чтобы успокоить себя. Но запомните одно, рынок никогда не прощает тех людей, кто соблюдает именно эти три грешных заповеди. Рынок таких людей не прощает. Знаете, помимо акций существуют еще и облигации, потому что в последнее время активировалось невероятное количество инвест-гуру. Ну, инвест-блогеров там, инвест-дома зазывают, брокеры, банки, соседи друг друга и прочее. И знаете, включайте хотя бы временами голову, откровенно говоря. Не принимайте ту информацию, которую вам говорит кто-либо за какую-то абсолютную истину, потому что истины в мире нету, есть субъективное мнение. И нету в мире ни добра, ни зла. Есть только такие понятия, как выгодно или невыгодно. Вот, например, почему на канале Биржевик нету кнопочки спонсировать и нету платных курсов. Там по 100, по 200, по 300 тысяч и прочее. Потому что каналы Биржевик выгодно продвигать в массы именно идеи о финансовой грамотности населения российского. А другим, например, людям субъективно выгодно впаривать эти курсы, понимаете? Те, кто мне тоже пишут, мол, что ты думаешь про одного того инвест-блогера, про другого, про 5 десятых. Господа, 90% инвест-блогеров около рыночники. Запомните это раз навсегда. Канал Биржевик, канал о рынке акций, это натуральный инвестиционный канал. Трейдинг, инвестиции, акции, облигации, обучающие ролики. Это все бесплатно, на безвозмездной основе. Запомните это раз навсегда. И то, что я передаю, к примеру, я вам информацию, то, что я передаю информацию, мои товарищи, которые ведут тоже наши каналы Биржевик. У нас три канала Биржевик, группы каналов. Все это на безвозмездной основе. И я к чему клоню? Я клоню к тому, что не ограничивайте свой кругозор только акциями. Обращайте внимание на облигации всегда. Всегда обращайте внимание на облигации. Они тоже есть. Алло, включайте голову, они тоже есть. Облигации. Запомните одно, господа и дамы. Вот одно раз и навсегда. Даже если вы заработали доходность внутри года, внутри года, в три, в четыре раза, чем выше, чем банковский депозит, там в четыре с половиной процента годовых, радуйтесь. Заработали вы, к примеру, 12% годовых, радуйтесь. 15% радуйтесь, там не знаю, 16% радуйтесь. Да, по возможности стремитесь к большему. Развиваетесь. Но не надо позволять своей жабе квакать внутри вас. Жаба – это жадность. Я еще говорю это к тому, что помимо акций, имеются высокодоходные облигации. Да, их нужно подбирать. Да, их нужно изучать. Да, за компаниями, которые их выпускают, нужно следить внимательно, чтобы не попасть на технический дефолт. Но для этого, господа и дамы, есть канал «Биржевик облигаций». Наш канал. В нашей группе каналов. Посвящен только долговому рынку. Облигациям. Гос. Долги. Гос. Облигации. Там и корпоративная облигация. Я просто к чему клоню? К тому, что даже собрав портфель высокодоходных облигаций, вы в год можете зарабатывать и 10%, и 11%, и даже 15%. Но вы должны использовать одну важную пропорцию. Возможность, деленная на риск, равной рентабельности вложений. Вы должны прикинуть все возможности и все риски взвести их на своей чаше весов и самим собой договориться, что если в этой компании что-то негативное произойдет, я буду продавать даже по курсовому минусу ее облигации. Но причем этот курсовой минус вам могут покрыть спокойно и купон от этой облигации. В зависимости от ее доходности. Вот, например, я на данном канале биржевик облигации публиковал портфель. Ну, не портфель, а эмитенты, на какие можно обратить все-таки внимание. И знаете, в чем суть? Это еще не весь список. Я этот список, да, он пока еще из 21 облигации, а я буду еще, у меня еще там 9 штук есть, 30 эмитентов у меня. А будь еще больше. Потому что в долговом рынке нужна абсолютная диверсификация. Например, если вы суперконсервативный инвестор, да, вот, например, у вас, допустим, 2,5 миллиона рублей. К примеру, говорю, ваш капитал, да, вы смотрите рынок акций, вы думаете, войти, не войти, но вы пока не готовы войти. Хорошо, не вопрос, вы не готовы войти. Но вы подписаны биржевика, да. Да, допустим, 2,5 миллиона рублей ваших. Вот смотрите, очень важная пропорция. Делим, например, на количество эмитентов. Например, если вот вы ваши на канал биржи, там, условно говоря, через месяц после этого видео, да, вы увидите, что тут будет еще 9 эмитентов добавлено вот в этот список. То есть не 21 эмитент, а будут их 30 эмитентов. И вы потом, грубо говоря, делаете так. 2,5 ляма делим на 30 эмитентов равно 83 1333 рубля на одну компанию, на одно вложение. То есть, следовательно, у вас 30 эмитентов. По 83 1333 рубля вы вкладываете в один эмитент. Почему именно так, господа? Да, чтобы именовать технического дефолта. Нужна в долговорке диверсификация. Запомните одну эту важную вещь. Диверсификация. Чем вы больше компании наберете в свой портфель, тем вы рентабельнее сможете потом через год, два, три ваше вложение из них выйти с хорошим профитом. И при этом купон этой компании реинвестировать. Не надо их там брать, там, не знаю, на пиво тратить, на водку, на прочее. Просто взяли реинвестиции. Это обратный выкуп этих облигаций. Например, получили вы доходность компании, ну, я не знаю, компании Максима Телеком, да, вот этот 16 номер. Получили купон, эту же облигацию вы купили на размер купона. Все. И при этом вы номинал своего капитала будете просто увеличивать. Вам не нужно зацикливаться только на этих акциях. Есть и облигации. И почему канал Биржевик, канал рынки акций, за один год вырос почти на полсотни тысяч человек? Почему вот именно одни каналы развиваются, там, не знаю, за 9, там, 5 лет, не набирая даже 50 тысяч, а Биржик выстрелил и набрал 52 тысяч человек уже за один год. И начиналось при этом все с нуля. А потому что охватом на канале берется информация про акции, облигации, ETF, индексные фонды, все это, трейдинг, инвестиции, отчеты, обучающий ролик, это все берется охватом. Инвестии, которые отрабатываются. Да, есть, которые не отрабатываются, но не отработка, это лишь вопрос времени. Они все равно отработаются. Краткосрок, среднесрок лучше друг спекулянта. Не интродейт этот сраный. А краткосрок и среднесрок всегда окупается. Поэтому, возвращаясь к теме облигаций, данную пропорцию соблюдайте, сможете нормально из рынка выехать. Потому что, вот смотрите, вот смотрите, вот просто давайте, вот представьте меня, как человек, который с вами общается. Вот рядом, вот например, если вы слушаете мой голос в машине сейчас, да, представьте, что я сижу вот с правой стороны от вас, у двери автомобильной. Мужик, короткий волос, но шикарно пышная борода. И вы послушайте меня внимательно, дорогой наш товарищ, господин, госпожа, граждане. Запомните одно, чтобы не терроризировать себе нервы, не мочить их из дула пулемета, а спать нормально ночами. Вы можете не только в акциях работать. Потому что те люди, которые даже сейчас приходят на фондовый рынок, они приходят не на, не в эти облигации, те же самые, да, а именно в акции. И потом, когда происходит обвал в рынке, да, крах рынка, коррекция. Ну ладно, не крах, коррекция, там процентов 20 упал рынок, да. Там неделю, две, три падает, там месяц. У них паника. И они начинают друг друга обвинять. Или вот меня там Вася зазывал, там вот меня Маша зазывала, там вот меня Даша зазывала, там. Понимаете? У вас должна быть своя голова на плечах, господа. В чем проблема России? Проблема России в том, что никто за свою жизнь не собирается ответственность брать. Вот я был недавно в поликлинике. У меня тоже есть некоторые моменты по здоровью, которые я сейчас разруливаю. И что вы думаете? Впустили меня туда? Не впустили. Нет. Приходилось решать вопрос уже через другие вышестоящие органы. Почему не впустили? Ответственность не хотят брать. За свою работу. Те вот, скажем так, врач-вахтер. Врач-дефис-вахтер. Но вы-то будьте любезны брать на себя ответственность, когда вы приходите в рынок. Вы свои бабки сюда вкладываете. Вы кликайте кнопку купить-продать сами. В первую очередь. Поэтому можно не только в облигации лезть. В акции лезть. Можно еще и в облигации, как вариант. Все зависит от того, какую доходность вы хотите получить. Если хотите получить доходность 10%, там 11-12% в год, и у вас там капитал, к примеру, условно говоря, там, не знаю, миллион, два, три, пять, там, 10 миллионов, причем тоже такие люди пишут, которые капиталы конкретно высокие, большие, то есть. Но вы при этом остерегаетесь рыночных колебаний, то есть, не знаю, условно говоря, рисковые облигации, да, которые, к примеру, указаны перед вами сейчас вот в этом экране. Видите? Корпоративные бонды. Корпоративные облигации. А есть традиционные облигации в виде облигаций федерального взаима. 29-й код. Там доходность, правда, меньше, там примерно 6, врать не буду, то ли 5,5, то ли 6% годовых. Да? Но, елки-палки, хотите умеренно выпить шампусика, да? Умейте умеренно рисковать. Тут, как говорится, никто вам не говорит, мол, типа, иди там, Вася Попкина, себе последний трусы рви. Нет, умеренно, умеренно. Ниточку порвал, заштопал там на своих труселях. Все. Все. Но везите на абсолютно зазывание, скажем так, только в акции, только в акции. Не надо. И знаете, почему не надо? Вот сейчас, смотри, в чем суть. Сейчас многие инвестдома, причем многие инвестдома, как это называют на счет своих клиентов? Мне даже пишут отдельные лица, которые работают в банке, вот как продавать те или иные продукты. Я еще раз говорю, я работал сам в банках, я занимался продажей финансовых услуг в свое время. У меня опыт в этом реально большой, большой опыт. И мне те люди, которые молодые, пишут, операционисты, которые работают, мне нетрудно помочь. Но я пытаюсь донести одну важную вещь, продавайте качественные услуги, не надо впаривать. И в чем суть? Как они сейчас привлекают? Доходностью по дивидендам. Вы что думаете, доходность по дивидендам? В следующем году будет большие дивиденды, что компания платит российские, или американские, или европейские? Нет, забудьте про дивиденды на ближайший год. Год-полтора забудьте про дивиденды. Не будут большие дивы платить. Умеренно? Да, умеренные, но не такие шикарные, какие были в 2019 году. Не такие шикарные, господа. И не такие шикарные, какие были в 2020 году за итоги 2019 года. Они будут ниже. Но в чем суть, я к чему уклоняю? Например, вы собрали себе портфель с акцией. Ну, например, купили сейчас его. Там, допустим, 20 компаний. Вам там сказали, мол, у вас там приблизительно доходность будет, там, допустим, 10% годовых. Вы должны напрячься. Вы должны понять, как, чего, откуда 10%. Год кризисный. Запомните, господа, в кризисные годы всегда любые компании терпят свои убытки и сдержки. В кризисные годы они даже сокращают капзатрат свои. Чтобы остаться на положительном денежном потоке компания. Чтобы там не было издержек абсолютных. Уж про диво я молчу. Не все компании платят диво дивиденды со свободным денежным потоком. Не все компании, господи. Не, не все. Многие компании даже убытки фиксируют по итогам года. А я уж молчу про дивиденды. Им нечего дивиденды платить. Им там что, гендиректор почку продавать, что ли, ради акционера? Нет. Нет. Поэтому я клоню именно к тому, к тому, чтобы получать эффективную доходность, вы можете откупать опять же облигации. Потому что, вот запомните одну важную вещь, господа. Есть иерархия, есть схема. Просто вот вам иерархия. Кто находится на вершине корпоративной пищевой цепочки? Держатели бандов обыкновенных облигаций, я подчеркиваю, господа, обыкновенных облигаций. Кто у нас находится с цепочкой ниже? Держатели облигаций субординированных. И встает логичный вопрос. А где же акционеры? Господа и дамы, акционеры находятся внизу пищевой цепочки. И если вы откупили облигацию какой-либо компании, компания вам обязана будет выплатить купон купон запомните это законодательный подтекст. Это законодательный подтекст. Оплатить они будут обязаны вам купоны, купонную доходность, господа и дамы. Если акционеров могут кинуть вот этих ребят, да, вот стрелочка перед вами, если их могут кинуть, вот их, то вот этих держателей бандов субордов, да, и бандов обыкновенных, их не кинуть просто так. Понимаете? Субординированные облигации выпускают преимущественно банки. И вот сейчас в условиях кризиса что мы видим? Мы видим то, что сейчас многие банки начнут выпускать суборды. Зачем? А все это связано с целью того, чтобы привлекать к себе капитал, да, для того, чтобы вот в случае форс-мажора эти деньги потом не возвращать своим инвесторам. Суборд, вот смотрите еще раз, обыкновенные облигации, они везде, даже в банках есть обыкновенные облигации, но при этом банк, чтобы сказать, субординированные облигации, как узнать, где находится обычка или субординированные облигации? У нас есть контакт-группа ВКонтакте, вот она, биржевик, инвестиции, акции, облигации, переходите на графу статьи и ищите, вниз идете, 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 прям гулять, вот ищите иерархию в имитентах РФ, эти иерархии обыкновенные суборди акционеры, кликаете, переходите и смотрите, как понять обыкновенные облигации или субординированные, вот это все смотрите, вот все это и уже в их тыщите. Искать там в проспекте ценных бумаг, он огромный, там даже по 100 листов есть, но для этого вы можете найти в проспекте ценных бумаг, нажать Ctrl-F и написать слово суборди, и там где-то на одном из листе, там может там не знаю, 65 лист будет, будет написано, это облигация обыкновенная или субординированная, либо в Квике найти у себя программа Квик, биржевая, тоже в имитент входите и ищите потом по настройкам суборди или обыкновенные, там тоже это написано, либо звоните брокеру и спрашивайте, мол, типа, Василий Иванович, здравствуйте, я ваш клиент, подскажите, пожалуйста, вот данная облигация банка АБВГД, она субординированная или обыкновенная, вам Василий Иванович скажет, там, Николай Петрович, вас лелеем, уважаем, да, облигация субординированная, Василий Иванович, благодарю, до свидания, всего вам доброго, как-то вас там, я забыл, кого зовут, все, трубку до свидания, пока-пока, все, мир, жвачка, дружба, вот так и можно работать, понимаете, так что данную пропорцию по облигациям тоже необходимо помнить, и в любом случае, как вам, как акционеру, ну не акционеру, а как держателю долгов этой компании, то есть, ну, облигаций, долговых бумаг, обыкновенных, вам все равно будут выплачивать те или иные купоны, переходим дальше, видео будет большим, обращать внимание на доходность имитента, вот смотрите, господа, я сегодня тоже делал обзор компании Lady and Gentleman City на нашем телеграм-канале биржи к облигациям, что меня в этом имитент напрягает, фундаментальная компания конфетка, но господа, ох ты, ебросок, ты уже 4, вот посмотрите, утром было 370% годовых, а сейчас стало 4208, вот когда вы видите такую доходность, руки в ноги колобком бегите, почему, облигация находится на грани технического дефолта, посмотрите, какая волатильность здесь, дикая, в пятницу было там еще 110% годовых доходов, а сегодня уже 4000, хотите прикол, я вам сейчас покажу прикол, удивитесь, вот облигация Denicol, да, эта облигация уже прорезал технический дефолт, насколько я знаю, да, вот, и в чем суть-то, посмотрите доходность, 285 тысяч процентов годовых, 285 тысяч, когда вы повторяете, видите, нечто подобное, там, если в облигации дают вам больше, там, не знаю, 20% годовых, напрягайтесь всегда, запомните одно, господа и дамы, в рынке акций, в рынке облигаций, валютного рынка, в товарном рынке, в таком виде, фьючерсами, ваша задница, не защищена, не защищена, бутылка ближе, чем вы думаете, и если вы, как, допустим, солдат, да, как, не знаю, в военной части, условно говоря, вы там, караулите там, один день, нет врагов, два дня, нет врагов, три дня, нет врагов, четыре дня, уже вошло в привычку, вы начали отдыхать, ну так думают, ну и сегодня не будет, да, пятый день, никого нету, на шестой день пришли диверсанты, и что вы думаете, у вас притупилось чувство самосохранения, понимаете, вот то же самое и здесь, вы на военном поле находитесь, вы, вы как тот, самый старожил, вы старожите свой капитал, свои деньги, и чтобы эти деньги застарожить, настолько сильно, чтобы их не потерять нигде, вы должны всегда иметь при себе чувство, самосохранения, где-то если вы видите шухер, сразу убегать надо, не важно, что это, акция, облигация, там валюта или фьючерс, плевать, чуете задницу, то, что вот что-то мне здесь не нравится, вот хоть убей, вот что-то не то, берете кнопку продать, продаете все, и валите отсюда к чертовой матери, вот про облигацию, то же самое, вот это должно напрягать, то, что выше 20% годовых, а если вам дают тут 285, или там миллион процентов годовых, бегите, господа и дамы, бегите, нечего тут делать, вот, на что еще смотреть надо в этих облигациях, господа и дамы, вот на что смотреть, обращайте всегда внимание, когда выбираете облигацию, на фундаментал, вот это просто важное табу, которое вы должны для себя всегда знать, это как молитвенник для вас, почему, потому что, вот смотрите, например, я делал недавно обзор облигаций компании Softline Trade, это очень известна на весь мир, российская IT-компания, во всем мире работает, понимаете, во всем мире, не только Россиюшка, но и там Америка, Азия, Австралия, это Африка, там, Латинская Америка и прочее, весь мир, Европа тоже, все короче, и в чем суть, по данному эмитенту, я также делал фундаментальный анализ, то есть, вот, обращайте всегда внимание, господа, деятельность компании, вот на деятельность, производственные мощности, вот они, и нынешний проект, то есть, будущие капитальные затраты, вот они, и в чем суть, суть-то в том, что всю эту информацию вы можете надыбать, либо в Википедии, либо на сайте компании, я, например, ищу информацию на сайте компании, документальную компанию, там огромное количество листов, но я выберу только то, что необходимо знать, то есть, я шедеру ту информацию, там, например, если там есть презентация в 30 листов, да, я их изучаю, сижу досконально, пока геморрой размером с кулак не будет, потом, когда я выписал, сразу начинаю делать обзор на облигацию, все, ну, и вот, потом такой обзорчик, получается, вот, видите, да, потом, на что обращать еще внимание при облигации, господа, номинал, где найти номинал, номинал находится вот здесь, где он, нифига не вижу, что-то я потерял, а, вот, вот, например, номинал, 500 рублей, есть номинал облигации на 500 рублей, на 1000 рублей, и на 10 тысяч рублей, суть-то в этом, он разный, причем облигацию могут вынести на долговой рынок по 1000 рублей за одну облигацию, но есть те облигации, которые оферты, они выставляют даты оферты, то есть выкуп облигаций свои с рынка, они разные могут быть, но тут, например, оферты не было, значит, эту облигацию выводили, скорее всего, по 500 рублей за номинал, раньше, 2017 год, 21 декабря 2017 года, вот, суть-то в этом, господа, суть-то в этом, далее, обращать внимание на срок обращения, срок погашения, почему это важно, господа, потому что, есть облигации, которые торгуются выше своего номинала, например, сейчас, условно, условно, вот, есть компания, эюя финанс, да, она вышла на долговой рынок, допустим, в 2019 году, на компанию эюя финанс был настолько стремительный спрос, такой бешеный спрос, что даже на книге заявок, когда облигацию выпускали только в рынок долговой, базовая ставка доходности была, это ее, допустим, 12% годовых, 12, за один день, допустим, смелись, до 10% годовых, то есть спрос великий, и, например, номинал 1000 рублей, что у нас будет при том, когда спрос, большой на облигацию, номинал будет расти, доходность будет падать, и вот смотрите, компания эюя финанс, допустим, 3 года в рынке будет тусоваться, да, допустим, проходит уже, ну, прошел второй год, все, вы понимаете, что, ага, вот я облигацию покупал там по 1000, условно говоря, 100 рублей, да, с доходностью там, допустим, 9% годовых, ну, потому что спрос у него большой был, и вы думаете, так, что мне делать там, продавать сейчас или подождать, пока, до следующего купона, вы покупали облигацию, к примеру, ну, пусть даже, допустим, по 1100 рублей, вот, то есть, ваша красная цена, вы покупали, допустим, ее после выплаты предыдущего купона, почему это важно, потому что накопленный купонный доход, вы за него не переплачиваете, я прямо сейчас еще раз скажу, ну, скажу про купонный доход накопленный, вот, вы купили по 1000 рублей, и потом в течение будущих, допустим, 6 месяцев, а купоны компании по-разному платят, есть те, которые раз в месяц платят, которые раз в три месяца, которые раз в полгода платят, три вида есть, три вида, и они по ним платят, вот, и суть-то в том, что у вас остается, допустим, полгода до выплаты нового купона, допустим, купон составляет 50 рублей, условно говоря, все эти полгода к вашей базовой стоимости в 1100 рублей будут копиться по 50 рублей, это накопленный купонный доход, допустим, допустим, вот вы раньше купили по 1100, вы получили, допустим, два раза уже купоны с облигацией, и запомните одно, господа, все облигации погашаются по номиналу, вот вышла она, допустим, за 1000 рублей в рынок, да, косарь, вот косарь вышла, она по косарю и погасится, не по 1100, не по 900, не по 500, не по 100 рублей, а по 1000 рублей, и в чем суть, чтобы на бутылку не сесть, как говорится, да, как вот на нашем сообществе говорится, чтобы вот не стать лохом, извините меня за такую подробность, да, облигацию надо продавать за полгода, до даты погашения ее, почему, а потому что перед погашением ее будут тянуть вниз, вниз, вниз и вниз, к номиналу, ее не будут держать по 1100 рублей, ее будут вниз тянуть, я это сам на себе тоже проходил, этот опыт, в облигациях, в этих, в долговом рынке, в корпоративном долговом рынке, ну, банды корпоративными, компаниями, отсюда, вот, ее будут тянуть вниз, то, шамы с гособлигациями, то же самое, муниципальные облигации государственные, то же самое, поэтому я говорю, обращать внимание на саду погашения, всегда, за полгода надо продавать ее, всегда, далее, ориентировочная, купонная ставка, что она из себя представляет, это плавающий, купонный доход, это не фиксированный, он напрямую зависит от спроса и предложения на бумагу, ну, например, не знаю, по 1000 рублей сегодня торгуется компания, допустим, какая-нибудь компания, допустим, я не знаю, гитарист-пацифист, я просто, у меня фантазии уже нету, чтобы какие-то другие слова придумывать, вот, и компания гитарист-пацифист, да, у них облигации по 1000 рублей, да, опять же, вот, и тут вдруг пришел спрос, ну, нет, представьте себе, 1000 рублей, номинал, да, они по косарю торгуются, допустим, вот сейчас, прям по косарю, да, базовые купоны доходных, плавающие, 10%, вот сейчас набежит, там, стаи, да, там, инвесторов, да, толпа, купит этот гитарист-пацифист, облигации, да, и все, и увидит, облигация на 1050 рублей, доходность снизится, понимаете, и будет там, к примеру, ну, я не знаю, 9,5%, то есть, чем выше номинал, тем ниже доходность, вот в чем суть-то, господа, вот в чем суть, то есть, если даже будет номинал ниже, то доходность будет выше, когда нас номинал ниже, в панику, в рыночную панику, когда все валится, когда кровь течет там реками, океанами, когда народ из окон выкидывается, с башни Москва-Сити, из башни Федерации, там, 105 этаж, допустим, там, Гена Дойкин, взял, скинул сна, и в лепешку превратился, в пюрешку, понимаете, тогда номинал и падает, паника, цена на облигации, а растет она тогда, когда рынок восстанавливается, когда спрос большой, при этом, цена на облигацию, может еще и падать, тогда, когда в компании все плачевно, например, вышел отчет, за один квартал, убыток компании, за второй квартал, убыток, третий квартал, убыток, и что будет происходить, инвесторы будут из нее выходить, 2-3 квартала убытка, все, инвесторы будут из нее выходить, и это с падением цены уйти вниз, номинал, доходность будет расти, но чтобы не тупануть, и не войти в эту облигацию, а мне некоторые люди пишут, мол, вот купил облигацию, так вот, так вот, не знаю зачем, что мне делать, а что делать, Снимаешь шаны и бегать. Что вам еще делать-то? В слепую никогда не покупайте, господа. Никогда в слепую не покупайте. Никогда. Налбуйся ножом вырежь. Не покупать облигации впустую. В слепую. Надо изучать фундаментал. Сейчас еще дальше пойдем. Далее. Уровень листинга. Есть три уровня листинга. Голубые фишки первого уровня листинга. Второй уровень листинга тоже нормальный облигаций. И третий уровень листинга. То есть первые два уровня листинга можно брать даже недосконально изучая имитент. Недосконально изучая имитент. А вот третий уровень нужно прям конкретно изучить. Потому что в третьем уровне листинга, как правило, находятся даже мусорные облигации. То есть говно говном. Просто говно. Вот просто идешь, не знаю, как в деревне, где пешь коровишь. И ты как дебил начнешь тыкать пальцем, не знаю, чем-нибудь еще. Понимаете? Вот в чем суть. И такое дерьмо тоже в рынке есть. Лепешки, я их так называю. Чтобы эту лепешку миновать, да и рылом не упасть в нее. Нужно изучить досконально, чем компания занимается. Конкретику надо понимать, конкретику. Видите убытки, не лезьте. Видите прибыли, думайте, лезьте, не лезьте. Изучайте конкретно, чем компания занимается, какие перспективы, что ее в будущем ждет. Если лень думать, да, ну на канал бежит, подпишитесь и будьте в курсе всех событий. В конце концов. Чушь мне каждый раз повторять, господа и дамы. Вот в чем суть. Далее. Кредитный рейтинг. Как правило, на российских эмитентах именно эксперт-РА кредитный рейтинг и формируется. Ну есть некоторые там фичи, S&P там и прочее. Ну бывает такое. Но чаще всего именно эксперт-РА. И вот если кредитный рейтинг находится, например, на РУБИБИБИ плюс, либо там на РУА уровне, да, это хорошо. Это значит нормальный уровень кредитной нагрузки, кредитной способности по выплате кредитом. Все. Если ниже там где-нибудь, там находится, это плохо. Как узнать кредитный рейтинг, господа? Вбивайте в Яндексе эксперт-РА кредитная шкала и смотрите по ней. Все. И не паритесь. А если паритесь, то читайте канал Биржик Облигаций. Тут вам все разжевывается. Далее по поводу ликвидности. Что такое ликвидность? Это денежный оборот среди покупателей и продавцов. То есть если есть в компании в облигациях эмитента продавцы и покупатели, это просто шикарно. Если там, не знаю, на 100 тысяч рублей, на 500, на миллион, отлично. Есть кому продать, есть кому впарить, есть кому от кого купить. Понимаете? Но если нету этой ликвидности, вы никому не впарите, никого не купите. Вот в чем прикол. Такие облигации тоже есть. И такие облигации, как правило, еврооблигации. Как правило, именно еврооблигации. Вот. Далее. Далее. Волатильность. Почему это важно? Почему это важно? Где найти ее? Смотрите. Волатильность. Это вот данная шкала. Да? Данная шкала. Смотрите. Когда она вступает в рынке паника. Вот смотрите. До паники. Что это за облигация? Softline trade. Торговалась в диапазоне 8%. Видите? Вот видите? Вот этот диапазон. Видите? Когда паника наступила в рынке. Спред произошел гигантский. Из 8% доходности стало 14% доходности. Понимаете? И только потом, когда началась ситуация устаканиваться в рынке. Опять все пришло на круги своя. Там 8, 8, 8. 7, 6. 5, 10. Короче. Нормально стало все. Нормально. То есть, если вы покупаете, к примеру, облигации. Там на год-два, к примеру. Вот. Конечно, в идеале покупать, когда в паниковой рынке. Но вы панику не предскажете. Вы можете просто вероятность выделить. Но не предсказать. Кто знал, что будет коронавирус? Да никто. Кроме инсайдеров. Там не знаю. Кроме биологов. Там кого-то еще. Никто не знал. Кроме них. Они не должны это в массы пропить. Потому что в массу пропитешь, все. Паника будет. Вон. Первый квартал 20-го года. Паника. По головам ходили. Люди, люди, люди топтали в магазинах. Понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому и ликвидность. Да, не ликвидность. Господи, я забыл. Волатильность. В идеале покупать на панике. Но если даже до паники покупать, то будьте готовы просто облигацию усреднять. Докупить ниже. Это вот тоже важное замечание. Ну и последнее. Дата оферты. То есть, если она будет, то значит, комитент может облигацию просто частично выкупить. Либо полностью выкупить. Ну то есть, погасить. Не выкупить, а погасить. Ну это, конечно, крайне редко бывает. Но все же. Далее. На что смотреть еще при изучении компании? Прибыльность. Выручка. Чистая прибыль. И показатель ебеда. Правильно? Правильно. Далее. Кредитная нагрузка. Господа. Если вам взападло изучать отчет компании. То есть, взять, посмотреть, изучить. Если вот вы думаете, вот я там занятой человек. Мне впадло. Я устал. Вот я пришел с завода. Мне по барабану. Пойду-ка лучше вот на Михалыча посмотрю. Подписывайтесь. И смотрите Михалыча. Меня. И наши телеграм-каналы. На что смотреть при долговой нагрузке? Если вам глубоко все пофигу. Если вам пофигу читать отчет. Забейте в интернете где-нибудь. Либо у меня на телеграм-канале. Либо в интернете где-нибудь. Наименование компании. И показатель долг делен на ебеда. Если ебеда ниже трех дефиц четырех пунктов. Один икс это один пункт. Если она ниже трех четырех икс. То покупать нормально. То есть, это минимальная долговая нагрузка. Которая активно погашается. Если там долговая нагрузка выше пяти пунктов. Как, к примеру, в компании. Балтийский лизинг. Где у нее долг? Почти 21 пункт. Долг делен на ебеда. Это гигантская нагрузка. Это конская. Это опасная нагрузка. Почему? Потому что компания может по облигациям и ничего не платить. А биттехнический дефолт. И вы без денег останетесь. Все. Поэтому смотрите на долговую нагрузку. Как на важность. Очень важную вещь. Это в принципе те необходимые вещи. Которые необходимо учитывать. Всегда. Поэтому, что я могу вам сказать. Не только есть акции. Есть и облигации. Просто вы должны договориться с самим собой. На какую доходность вы претендуете. В годовом соотношении. Господа. Бежать за какую-то большую доходность не стоит. Не надо. Если вам там какой-нибудь, не знаю, инвестблогер сказал то, что, мол, вот я зарабатываю там по 50-60% годовых. Смотрите, какой я гуру. Покупайте мои курсы. Вас должно это обострить. Прям напрячь. А не балабол ли он? Понимаете? А балаболов в мире много стало. В одной нашей тренде сколько-то балаболов продают курсы в кредит. Да? И потом говорят, как они охрененно там зарабатывают. Там платные телеграм-каналы формируют. Кнопочки спонсировать в ютубе. Курсы продают там по 100, по 200, по 300, по 40. Потом они там на заборах своих сидят. Я не знаю, что там они еще делают. Говорят то, что вот я там посижу, подумаю, там донатик получу и, ну, наверное, войду. На 0,5 процента от капитала. Понимаете? А на биржаке вас учат жизни. Как дедовщина. Вот вы в армию. Пришли, кто в армии служил? Вы помните, да? Флот, ВДВ. Самые жесткие места. Какие у нас армейские? Флот и ВДВ. Военно-вмф и ВДВ. Вот там жесть полная. Пришел ты сразу люлей, как надавалина. Запинали, заклевали, почки отбили. Жизнь научили. Бесплатно без СМС. Иди гуляй, Вася. И Вася пойдет гулять. Поплачет, но мужиком станет нормальным. То же самое на биржевике вас. Побили, поклевали, поплевали, по почкам надавали. Жизнь научили. Все. Бесплатно без СМС. В прямом смысле бесплатно без СМС. Берите, получайте. Еще и курсы. Тут мы даем халявные на весь интернет. Вот. Обучающие. Почему? А потому же цель у нас, хотя бы, чтобы канал наш помог. Как бы людям сформировать свое финансовое грамотство, свое финансовое мышление. Потому что, куда ни гляньте, люди не понимают, что это такое, зачем это надо. Что такое облигательство, что такое акция. Не знают. Им пофигу. Они там жрут, спят, сношаются. Все. Им больше ничего не надо. Печально. Не такого будущего хотели наши предки. Не такого будущего они хотели. Они хотели великого будущего. Но вот что-то великое будущее не сдалось. Поэтому всегда перед входом в какой-либо рынок, долговой рынок, фондовый рынок, товарный рынок, валютный рынок, рынков много, сразу говорю, но их дофига. Вы определитесь, какую доходность вы хотите получать. Если, например, если вам на уши навежили лапшу, сказали, давай-ка в акции, типа, эй, ты, ублюдок, в акции давай. А ублюдок понимает то, что вот что-то где-то там его ублюдают. Понимаете? И один другого ублюдка зазвал, ублюдок, ублюдка, и все, и ублюдки на бутылки сели. Понимаете? Вот чем в реках. Поэтому всегда смотрите за доходностью конкретиковой. Конкретную доходность. Хотите получать по 10% годовых, 12% облигаций вам в помощь. ВДО, как говорят. Но надо их тоже изучать досконально. Если у вас нервы сдают, и я прекрасно понимаю, мне тоже многие там женщины, мужчины пишут, там, не знаю, сел там, не знаю, в ГМК, там, не знаю, сел там, не знаю, в Интеррау, блин, вот цена пошла против меня. У меня один вопрос. Нафига сели-то? Какую сумму хотели срубить там? Какую цифру вы хотели заработать в этих эмитентах? Они говорят, ну, хотя бы что-то. Нет, господа, так нельзя, хотя бы что-то. Нет. Целенаправленно ставьте цель. Вот, например, вот, не знаю, последняя моя сделка публичная, еще раз, давайте напомним, меня бесит ее напоминать, ну, давайте напомним. Не знаю, Северсталь, к примеру, да, я несколько месяцев говорил, голова и плечи перенок находятся там, воняет выше косаря. Косарем воняет, то есть. У меня цель была пойти к косарю и выше. Ну, кое-как додержал ее, выше косаря пошел. У вас должна быть та же самая стратегия в рынке. Понимаете, вы должны почуть вонь, вонь, вы должны почуть техническую вонь от того вложения, которое вы делаете. Звонять должно. И додержать вы позицию обязаны при этом. Это, что касается рынка акций. А если у вас нервы сдают, нервы сдают. Тогда берете и облигации покупаете. Одно из двух выхода есть. Только вы должны сами собой договориться на эту тему. Не я вас должен как-то подначивать там. Не я как-то должен вас там, не знаю. Мое дело направить. Мое дело помочь. Бесплатно без смс. А ваше дело уже принять решение. При этом без всякого рода жести, я тут даже в смысле свои выражаю. То есть без всякого обмана, без прочего, без лицемерия, без сценической, без ничего. Обычный русский мужик. Понимаете? С короткими волосами и шикарной бородой. Все. Поэтому только доходность вы должны ее понять. 10, 11, 12 процентов годовых хотите зарабатывать. Облигации ВДО. И не надо вам сеть у терминала каждый день. И что там изучать? Точки входа, точки выхода. Это не обязательно, господа. Не обязательно. А еще раз. Вот на всех этих гуру трейдеров, да? Которые вот даже вы мне присылаете. Что думаешь про того, другого? Не шлите мне их ради бога. Не надо мне их слать. Вот я просто послал всем, говорю. Не надо мне их слать, правда. Надоело. Читать уже их просто бесит. Вот на их рожи тошно смотрю, просто раздражает. Адски бесит. Как бы всегда думайте преимущественно своей головой. Не принимайте чью-либо информацию, как последнюю инстанцию того, что является якобы истинным. Ничего нету. Ничего нету в мире истинного. Все относительно. Понимаете? Вы даже, послушайте, одного человека мне нет. У меня нет другого человека. И потом я какую-то свою имену сформировать. По-другому-то никак. Так рынок и работает. Если толпа мыслит в одном направлении, толпу потом нагибают. Ее на убой ведут. А если толпа разнорозненная, разрозненная, каждый мыслит по-разному. Вот такую толпу вокруг пальца не обвести. Наш рынок, сколько раз мне показывает за эти долгие годы, что тут работаю. Сколько раз одно и то же мне показывал. Рынок. Наш. Наш. Российский. ММВБ. РТС. Все это. Вот в чем прикол. На этом все. Подписывайтесь на канал. Биржевые каналы рынки акций. У нас основы биржевой торговли. Аналитика. Обучающие видеоролики наподобие этого. В графе. Плейлисты. Две графы. Обучающие видео. 109 видеороликов. И основы биржевой торговли. Цикл супер обучающих видео. Там 21 видео. Теперь будет. Обзор акций у нас на канале. Облигаций. Товарного рынка. Валютного рынка. И прочее. А также торговые идеи. Которые рекомендациями. Не. Являются. Но поискся. В качестве технического анализа. На телеграм-канале. Биржевик. И на ВКонтакт группе. Биржевик. Там поискся. Фундаментальный анализ. Акций. Облигаций. Валютного рынка. Товарного рынка. Аналитика. Мнение. И все. Что необходимо. Для инвестора. Или там. Трейдера. Кому. Что угодно. У нас имеется также телеграм-канал. Биржевик. Банки. Там поиск. Новости. Аналитика. Обучающие. Посты. Про долговой рынок. А также. Фундаментальный анализ. Облигаций. Тех или иных. Компаний. Или регионов. Российских. Или ОФЗ. Которые. Наши. Многие люди. Читатели. Запрашивают. Ну. Обозрите. И у нас еще имеется. Телеграм-канал. Биржевик. Банки. Там поиск. Новости. Аналитика. Мнение. Про кредитование. Страхование. ИСЖ. ИНСЖ. Вклады. Обучающие. Посты. И прочее. Что связано с. Рынком. Финансов. Тоже на этот канал. Подписывайтесь. И будьте. В курсе. Событий. Помните. Что мы все. Обречены на прибыль. Лишь время. Среднесрочная. И краткосрочная. Перспектива. А главное. Грамотная. Стратегия. Лишний раз. Не суетиться. Наши. Главные. Союзники. Сколько. Людей мне пишут. То. Что краткосрок. Среднесрок. Окупается. И говорят. Михалыч. Спасибо тебе. За это. Допомните. Господа. Короткосрок. Среднесрок. Реально. Окупается. Все. Что говорится на этом канале. Оно сбывается. Все. Что говорится на этом канале. Проверялось лично на мне. На моем. Теле. Капитал. На моих. Деньгах. На этом все. Благодарю за внимание. И до свидания.